Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на стадионе Академии Спартака имени Фёдора и Фёдора Черенкова. Очередной тур UFL первенства России по футболу 2024 года среди ребят, которым ещё не исполнилось 16 лет. Звучит стартовый свисток, начинают армейцы. Им предоставилось право первое касание мяча в этой игре. Что ж, Кириллова не очень получалось, как получится у Воронов. Пробивает во вратарский угол и здесь Григорий Боровик намертво забирает мяч. Но единственное, что против Краснодара, наверное, добавляет удручённости конечного счёта. Тот факт, что здесь Ярамир Белоконни открывает счёт в этой игре. Следим за этой атакой. Ошиблись армейцы приёмом мяча и сам Белоконни для себя сделал данный гол. Белоконни, сместился в центр после отбора и пробил. Здесь, наверное, был небольшой ликошет, который дезориентировал Глеба Оленина, поскольку он оказался буквально вне игры. По уходящей траектории последовал мяч в центре поля с Ваняном на вершине. Атакует Евгений. Прострельная передача. Не поспевает к мячу Иларионов. Только сейчас, но острота атаки уже ушла. Гаврила бьёт! Опасно! Здорово прострелил на 11-метровой отметке. Ждал он партнёров, но и здесь в касание Гаврилов. Играли команды в этом году в зимнем первенстве. В зимнем первенстве, которое завершилось триумфальной победой Родины. Прощает сейчас ЦСКА. К матчу в феврале 2024 года мы, конечно же, вернёмся, потому что всё сделал сам для себя и пробивал в дальний угол уже. И здесь перевод. Почетриан. Нет, он не первый на мяче. Первый на мяче. В данном случае Дономалян и пробивал в дальний угол. Какой опасный момент в этом матче. Ярослав Паликшанов тем временем покидает пределы поля. Его задача ввести мяч в игру. Где звучит финальный свисток Родина 2009 года рождения. В ЮФЛ-3 празднует первую победу. Долго пришлось ждать.